Я легко вхожу в общество и, как ни странно, довольно быстро занимаю лидерскую позицию. Я не буду больше балериной, я хочу быть актрисой. Пока твои руки и ноги танцуют, иди в зал и работай. На десятый день после рождения моего сына уже была в театре, стояла у станка. Пока еще, слава богу, позволяет здоровье и ноги только творчество. Здравствуйте, друзья! Вы смотрите «Вечернюю Москву». Однажды Уинстон Черчилль сказал, успех не окончателен, провал не фатален. Имеет значение лишь смелость продолжить путь. Так ли это и в чем секрет успеха? Поговорим с тем, кто точно в этом разбирается. Я Алена Варагина, а у меня сегодня в гостях ведущая солистка балета Большого театра Кристина Кретова. Кристина, привет! Здравствуйте! Очень рада видеть тебя в нашей студии. Спасибо за приглашение. Так неожиданно вообще видеть человека вблизи, а не на сцене. Потому что на сцене совершенно кажется, что что-то масштабное, глобальное, целый образ. Вот в жизни наверняка тебя узнают на улицах. Тебе подходят вообще люди и говорят, выжигай. Подходят, но это не благодаря, скорее, театру. Потому что действительно в театре у меня особый грим, особая прическа. И, как правило, в жизни я на себя не похожа. А скорее, если вот увидят меня по телевизору, да, или в каких-то шоу, где я судья, вот тогда, да, подходят и говорят, о, мы вас видели, вы судили шоу. А так, конечно же, театральные именно зрители, в основном они знают, как выглядят их любимые артисты. И мы за это им очень благодарны, потому что всегда это очень приятно для артиста, когда ты выходишь после спектакля. И в хорошем смысле этого слова твои поклонники, да, люди, которые действительно поклоняются твоему таланту, творчеству. Они всегда ждут после спектакля и просят автограф взять. Некоторых я спрашиваю, там, у вас уже 50 программок, на которых я расписалась. Говорю, можно мне потом их сохранить и все подарить, когда я закончу свою карьеру? Вот только в таком случае узнают. То есть ты уже знаешь своих поклонников некоторых в лицо? Да, абсолютно точно. И даже с некоторыми мы уже дружим с семьями и ходим друг к другу в гости, как бы это ни странно звучало. Но когда они на протяжении, представьте, там, 15-20 лет, да, приходят в театр на каждый спектакль, несмотря на то, сколько раз я его станцевала. И они всегда находят какие-то элементы, какие-то новые, может быть, краски моей героини и делятся этим. И это, несмотря на стоимость билета в Большой театр, это же тоже такой вызов. Не каждый себе может каждую неделю позволить. Да, к сожалению, так происходит, но все равно я знаю, что есть какие-то специальные льготные, пенсионные билеты. И люди стараются этим озаботиться, заранее заказывают. Также мы с моим мужем, тоже премьером Большого театра, Игорем Цверко, делаем собственные проекты. И всегда приглашаем, и стараемся снижать цену. Хотя артисты у нас также из Большого театра. Насколько я знаю, ты не с самого детства собиралась стать балериной. У тебя даже была мечта стать дворником, по крайней мере, была такая оговорка. Вот расскажи немножко про детство, как оно у тебя проходило, потому что родилась ты не в Москве, родилась в Орле. Вот что у тебя такое помнится про вот этот период жизни? Ну, честно говоря, детство было классным, беззаботным. Я действительно родилась в городе Орел. Это совсем маленький городочек, и там была всего одна хореографическая школа. Вот. Моя мама тоже в молодости увлекалась танцами народными. Но никто из моей семьи не был связан с балетом никак. Ни по чьей линии. Наверное, в возрасте шести лет мама увидела, что я очень люблю танцевать и устраиваю домашние концерты. Ну, я думаю, что большинство девочек дома устраивают домашние концерты. Но я была такой, знаете, как ягоза. То есть я постоянно кружилась, постоянно прыгала, постоянно что-то пела, делала себе прически, макияж. И мама подумала, что надо её куда-то пристроить. Приложить усилие. Да. А ты старшая в семье? Да, нас двоем. Вот моя сестра Карина, она младше мне на шесть лет. И тогда мама решила отдать меня в хореографическую школу, в которую меня не приняли. Сказали, что шея у неё короткая, растяжки нет. Но мы на самом деле не готовились туда, как бы, и не знали, что нужно для этого. В шесть лет тебя отвели туда. Но мама сказала, что давайте попробуем, если не получится, как бы, мы покинем заведение. И, в общем, она знала, какая я старательная, и что я всегда добиваюсь того, чего хочу, того, чего желаю. И поэтому я уже через три года, меня перевели на год старше, чем я училась, потому что я делала очень хорошие успехи. И тогда мой педагог Ирина Стафина-Барашина, которая до сих пор работает в этой школе и по сей день приезжает ко мне на спектакль в Большой театр. Это мой первый педагог. Да, я её очень благодарна. Она сказала моей маме, что её надо везти в Академию уже в Московскую, потому что это её призвание. И она очень талантливая, у неё шикарные данные. Вот, а мама моя, она, конечно, тоже молодец. Она прекрасно понимала, что если я туда приеду, то буду жить в интернате для иногородних детей. Это такой довольно серьёзный шаг и поступок. Это же был пятый класс, ну, где-то ориентировочно. Да, так и было, пятый класс. Десять лет мне было. Да, и она всё-таки рискнула, за что ей огромное спасибо, потому что, ну, я не знаю, ну, это большой шаг, чтобы тогда у нас не было ни сотовых телефонов, ни интернета. А сама как ты себе представляла, ну, что вот ты сейчас уедешь? Я вообще, если честно, не особо понимала, куда меня везут. Мама сказала, надо, значит, надо. Я помню, что спросила её, когда она мне вещи упаковывала, я говорю, ты там мне спортивный костюм положила. Она говорит, ну, в смысле, зачем? Я говорю, ну, как зачем? Физкультура. Она говорит, ты хоть понимаешь, куда ты едешь? У тебя вся жизнь теперь будет сплошная физкультура, только немножко в другом ключе, в балетном. Вот, конечно же, первую неделю она приезжала ко мне каждую неделю, каждый выходной. У нас так ещё в семье сложилось, что все железнодорожники. И да, она всегда прыгала, ну, братья её машинисты были, вот, потому что тоже ездить каждую неделю туда-обратно, это стоило денег. И интернат, естественно, был бесплатный, не бесплатный, то есть обучение было бесплатным, а интернат был платный. А родители, конечно же, вот этот период моего взросления с 10, наверное, до 18 лет, они, конечно же, всё отдавали, всё, что зарабатывали, для того, чтобы я там хорошо училась. Потому что нужна была и форма, и балетные туфли, которые стирали. Сейчас мы работаем на пластике, это как линолеум. А в моём детстве в школе мы работали на деревянном покрытии. И, конечно же, балетные туфли уничтожались просто за неделю. Но я знала, насколько трудно родителям, и всегда штопала. У меня были такие штопки-перештопки. Ну, в общем, классное было время, на самом деле я очень быстро адаптировалась, потому что я вообще такой человек очень, ну, как бы я легко вхожу в общество, и, как ни странно, довольно быстро занимаю лидерскую позицию, потому что вот совсем недавно я приходила в интернат, то есть прошло уже 20 лет выпуска. Тот самый свой интернат. И вот осталась всего одна наша нянечка, Алла Михайловна, она меня узнала, а, к сожалению, другие уже умерли. И мне было очень приятно, потому что я тоже приходила с как бы стильзионной программой, и она с таким озарением и с таким светлым воспоминанием рассказывала обо мне, что вот Кристина, она всегда была лидером у нас, устраивала всегда праздники там. Ну, как-то я старалась вот этот быт настроить такой, чтобы нам не было скучно там интернатским детям. Но интернатским мы не потому, что нас бросили родители, а потому что просто мы из других городов вместе с нами учились, и японцы, и из Кореи, и из Америки даже, очень многие дети учились. А так как не было возможности постоянно уезжать на выходные дни к родителям, все-таки 400 километров, тогда не было скоростных поездов, ну и опять же финансово, да, поэтому мы старались как-то наши выходные разнообразить, вот всякими концертами устраивали. Сами? Для себя? Сами, да, для себя. То есть выходные они были все-таки, я имею в виду, в интернате? Или там все равно был станок с утра до вечера? Нет, конечно же, выходные были. И когда в младшей группе мы находились, мы с нашими нянечками, воспитательницами, мы выходили на прогулки, мы гуляли по Москве вместе с ними. Когда постарше, под роспись уже можно было на полчаса выйти, когда еще старше становишься уже на час, или забирали кто-то из одноклассников на выходные домой. Да интересно было, классно было. Это была такая, знаете, как бы жизнь, когда ты еще ребенок, но ты чувствуешь, что ты сам свою жизнь формируешь, и как бы мама, она здесь, но она далеко, она не может приехать и решить какие-то элементарные вопросы. То есть ты с 10-летнего возраста, я с 10-летнего возраста должна была все решать абсолютно сама. И на самом деле в жизни это очень сильно помогло. До сих пор мой педагог Нина Львовна Семизорова, с которой я 20 лет работаю уже, будучи в театре, она мне всегда говорит, не забывай, ты не москвичка, потому что у тебя характер стальной. То есть с детства он закрепляется, как бы москвичи, они закончили обучение в академии, они приехали домой, они могут маме пожаловаться, мама постирала, мама приготовила, мама убрала, а здесь нет. Тебе дали таз, и мы ногами, вот эти 10-летние, 11-летние подростки, потому что руками невозможно было стирать джинсы, просто не хватало сил. И вот мы в такой компании жили. А какие подруги были? Были близкие прям подруги? Ну, конечно, были, да. Сохранились до сих пор вот эти отношения? Сохранились с тремя девочками, очень дружу, и мы разного возраста, кто-то помладше, кто-то постарше, но вот они даже уехали за границу работать, да, после выпуска из академии, они уехали работать за границу, но всё равно поддерживаю с ними связь. Сейчас, слава богу, это легко и просто. Как, будучи 10 лет, без семьи, оставшись, я поняла, что ты очень такая живая, подвижная, были какие-то всё равно вот мечты про большой, про большой театр, про мировую сцену, стать Улановой, Плесецкой, то есть вообще какие-то вот были такие представления, или, может быть, опять же, про великие балерины, на которых хотелось равняться. Я вот, слушая, допустим, своих коллег, да, которые, да даже своего мужа, которые рассказывают там, что для нас, вот Барышников тогда, когда они учились в академии, он как бы блистал, и все там пробовали, хотели быть как Барышников, и стремились попасть в большой театр. У меня вообще никогда не было такого желания. Я просто знала, что мне нужно доучиться, чтобы оправдать надежды моих родителей. Я даже не понимала, наверное, лет до 15-16, в какой театр нужно стремиться, что есть самый главный театр России, что в него входят все звёзды. Я как-то вот к этому была абсолютно равнодушна и спокойна. И на самом деле на выпуске, когда мне было уже 18 лет, за полгода до выпуска пришёл Андрей Борисович Петров. Он был руководителем театра «Кремлёвский балет». Бывшим он был солистом Большого театра. И тогда он мне предложил, я тебя приглашаю в свой театр, ты у меня будешь главной солисткой. Прямо сразу? Да. Вот так, без отборочного какого-то тура? Для отборочного тура «Я тебя сделаю солисткой», он мне сказал. И, конечно же, я понимала, что придя в Большой театр, мне предстоит для того, чтобы дойти до ранга солистки хотя бы, огромный путь. А не потеряюсь ли я там? А не потеряю ли я время? И вот это слово «ты будешь солисткой» оно для меня было роковым. Я действительно пошла к нему в театр. И на выпускном экзамене было распределение, когда раньше так было, сейчас уже нет, по-моему, такого. Театры приглашали, допустим, Театр Станиславского Немировича Данченко, Кремлёвский балет, Большой театр, Труба Гордеева Вячеслава и так далее, и тому подобное. И мы подходили, говорили, я выбираю там, допустим, Большой театр. И расписывались. А мне просто сказали, Кретова, Кремлёвский балет, распишитесь. Ну, в общем-то, да, все знали, что Андрей Борисович меня пригласил на главную солистку. И уже через месяц я станцевала свой первый спектакль, это была «Жизель». С первого моего дня была со мной Нина Львовна Семизорова, она тогда, ей было на тот момент 45 лет, и она только закончила свою карьеру в Большом театре. Она одна из последних учениц, с Галиной Сергеевной Улановой. И для меня, конечно же, это для меня случилось неимоверное, потому что с таким человеком работать, с такой преданностью к профессии, с таким умением, и с таким обучающим аспектом, потому что она меня учила всему абсолютно. не только как выглядеть на сцене, конечно, как танцевать, как чувствовать, но как себя вести и за сценой. То есть я помню такой случай, сейчас расскажу. У нас была премьера «Жар-птицы», Андрей Слепова восстанавливал для кремлевского балета, и я танцевала «Жар-птицу». А у «Жар-птицы», если посмотреть на фотографии, вот есть Анна Ниашвили, там очень красивый грим. Он такой, как бы с черными стрелками, с такими, ну специфически, скажем так. И, в общем, после премьеры у нас был банкет. Естественно, грим нужно было мне смыть весь. И когда я умылась, я была юной Кристиной Кретовой. И Нина Львовна подошла, у меня такая шапка с огромными перьями. Она вытащила оттуда перо, положила мне его на плечо и сказала, пусть знают, кто танцевал «Жар-птицу», мол, так иди на банкет, потому что без макияжа уже не узнают. А если что, скажешь, о, прицепилась. Вот с такими прям лайфхаками. Да, но на самом деле мы по сей день, я вот сейчас пришла к вам в студию после репетиции с ней, по сей день мы с ней работаем. Уже, конечно, мы родня с ней, просто родня. Можем и повздорить, и помириться, и поплакать вместе, и посплетничать. Ну, это просто мой родной человек. И она твой самый строгий критик? Пожалуй, да. Особенно в начале, лет 5-6, вот с 18 до 20 с чем-то, она никогда меня не хвалила. Да, но я ей тоже за это благодарна, потому что вот таким воспитывая меня не пряником, а кнутом, она мне каждый раз показывала, что надо работать больше. И каждый раз, когда она мне говорила, было неплохо, но можно лучше, я шла в зал и работала вместе с ней. Сейчас, конечно же, даже если у меня есть какие-то помарки о грешности, она мне говорит, ничего страшного, всё бывает, ты молодец. Да, поэтому спустя 10 с лишним лет наконец-то это услышала. А какой твой был первый балет? Когда вот ты... Жизель? Нет, я имею в виду на тот, который ты пошла как зритель, который ты увидела, потому что, ну, всё-таки одно дело балетом заниматься, как-то про него знать, а другое дело всё-таки увидеть его со стороны. То есть девочка, которая посвятила практически себя балету, уйдя вот в этот, не знаю, монастырь, ну, который... Не поверите. Училище, мне кажется. Так сложилось, что мой первый спектакль, который я увидела в Большом театре, и вообще это был мой первый спектакль, это была «Спящая красавица», и главную партию не танцевала Нина Львовна-Семизорова, мой педагог. То есть для меня вот потом, спустя время, я вспомнила это, я думаю, это первая балерина, которую я увидела на сцене Большого театра. И она же спустя, получается, 8 лет, она стала моим педагогом. А то, что меня заставило, это скорее была боедерка с Надеждой Грачёвой. Надежда Санна Грачёва, она сейчас тоже у нас педагогом работает в Большом театре. Это было что-то вот... Есть высоко, а есть за облаками. Вот это было что-то за облаками для меня, потому что такой красоты линии, ног, положений, взгляда, поворота головы, мимики, эмоции. Вот я не видела такого. Я просто... Так получилось, что там есть такой танец, Ману называется, и его исполняет солистка Большого театра и две девочки из Академии. И вот я была в тот день на запасе и стояла за кулисами. И вот я это видела не из зрительного зала, а именно из-за кулис, когда видна каждая потинка. Конечно, на меня это произвело огромное впечатление, это было безумно красиво. А сколько тебе было лет, когда ты там стояла? Ну, наверное, мне было тогда лет 12. То есть это уже всё-таки такой осознанный был вот отсмотр балета? Не думаю. Я не думаю, что... Это просто были такие первые намёки на то, что, о, а это красиво, оказывается. Это не только у станка, потому что, ну, в школе, понятно, мы стояли только у станка. Что это красиво, что это может трогать, что, ну, это... Это совсем другой мир. То есть я... Сейчас просто прояснить. То есть в училище никаких постановок, никаких сцен не отрабатывали, не репетировали? Да, отрабатывают. Это называется производственная практика. Но это уже на старших курсах. Вот после 15-16 лет, когда начинается вот этот пубертатный... Да, правильно я говорю это слово? Период, когда лень... Когда гормоны... Когда гормоны, когда вроде бы начинаются симпатии и неохота ничего делать, я сказала так. Всё. Я не буду больше балериной, я хочу быть актрисой. То есть это всё-таки было? Это было, да. Протест. Моя мама сказала, хорошо, только давай мы сначала закончим академию, осталось немножко, а потом уже будем решать, актриса или всё-таки балерина. Вот. За что я ей ещё раз благодарна. А что вот перевесило эту чашу весов? То есть всё-таки ты осталась балериной, ты продолжила, ты пошла в Кремлевский полет. Но вот, наверное, это и перевесило то, что мама заставила закончить, и то, что Петров Андрей Борисович предложил мне главную партию. Всё-таки главная партия сыграла такое решающее. Просто шансы были уйти в актрисы, получается? Были, да, но это заново нужно было учиться, получается так. Вот. Ну, видимо, я на тот момент уже к 18 годам я уже, наверное, забыла о своём желании, и всё-таки решила работать балериной. Тебе пришлось на этапе своего обучения и вот какой-то там подготовки к такой серьёзной уже профессии, потому что, мне кажется, что балериной с шести лет, наверное, это уже серьёзные такие и занятия. Вообще, сколько вот времени уходило на стояние у станка в день? Ну, час мы точно стояли, как бы это классический танец, да, но сейчас у нас где-то 30 минут идёт станок, когда мы именно держимся рукой за палку и отрабатываем движение сначала с правой ноги, поворачиваемся с левой ноги, потом мы выходим на центр зала и делаем всё это без сопровождения станка. А так были, конечно, и дополнительные занятия тоже по классическому танцу. Но я не могу сказать, что я сутками стояла именно у станка. Всё-таки у станка это разогрев тела, поэтому он не длится более там 30-35 минут. Ну, в целом физическая нагрузка, наверное, часа сколько? Четыре-пять? Ну, мы начинали в девять утра учиться и, допустим, первые два урока, а, кстати, вот они были ещё двойные, да, то есть это получается по полтора часа. Первые два урока, допустим, был классический танец, классика, потом мы бежали на литературу, потом мы бежали там на народно-сценический танец, потом бежали на дуэтный танец, когда стали постарше, и заканчивали мы в шесть часов вечера. Один обеденный перерыв, с шести до семи самоподготовка с нашими воспитательницами, которые помогали делать домашние задания, с семи до восьми ужин, в девять отбой. И при такой нагрузке, то есть всё равно нагрузка достаточно большая, физическая. Огромная, огромная. Тебе приходилось наверняка преодолевать себя, нежелание идти или понимание того, что зачем мне это всё нужно вот в таких количествах? Были такие моменты наверняка? Были, конечно. Вот я повторюсь, что это было уже в таком возрасте 15-16-летнем. Это абсолютно нормально. Мой сын сейчас в этом возрасте, и поэтому я абсолютно спокойно отношусь ко всем его хотелкам. На самом деле позволяю ему пробовать практически всё, ну, в плане того, что он хочет, чем он хочет заниматься. На балет-то его не повела? Нет, на балет я его не повела, но он как-то и не особо горел. Желанием, ну и вообще мужчинам гораздо труднее в балете. Всё-таки женщины, они, если даже они стоят в кардебалете, то всё равно девушка-валерина это какая-то особая стать. А у мужчины, если не получилось быть премьером, то в кардебалете мужчинам очень трудно. Это чисто на мой взгляд, мне кажется, что и такая жизненная самооценка немножко падает, и человек, который посвятил всё своё детство и юность изучению балета, ему затем очень трудно попасть в какую-то другую сферу. Да, или сферу. Но есть такие примеры, которые... Ребята заканчивали академию в 18 лет и отдавали диплом маме, которая в основном она хотела, чтобы её сын учился и говорил спасибо большое. Дальше я сам. И совершенно в другую. Мне кажется, мужчин просто больше мужества, так сказать, и отдать диплом маме, чем у девочек. Возможно. Но какая девочка не хочет быть балериной? Мне кажется, в любом случае, знаете, как я всё время сейчас уже, когда я уже опытная балерина, да, и могу выбирать, что мне танцевать, что не танцевать. И каждый раз, когда мне предлагают какую-то сложную роль, я думаю, что может быть мне уже это и не надо, я уже это сделала сто, сто пятьдесят раз танцевала в тот же балет Дон Кихот. А потом мы останавливаемся и говорю, стоп, Кристина, а потом, когда ты действительно не сможешь, тебе уже никто не предложит, и ты будешь жалеть. Поэтому пока твои руки, ноги танцуют, иди в зал и работай. Когда пришла в кремлёвский балет, ты всё равно уже с кротобалета начала? Один раз я стояла в Лебедях, в Лебедином озере. Это была дико забавная история, именно в этот момент почему-то. Я стояла первая, первым лебедем, и когда была уже третья картина, последняя, выбежал молодой человек из зрительного зала с пистолетом. Представляете, эту стаю лебедей он захотел вдруг пострелять. Ну вот, это было очень много лет назад, на самом деле, сейчас, конечно же, кремлёвский дворец, не пройти, не проехать, тысячу досмотров, но вот тогда там вышел модный человек с пистолетом, и удивительно, я смотрела на всех девочек, и никто не остановился, их главный лебедь. То есть все продолжили танцевать? Все продолжили танцевать, он ходил по сцене, выбежали ещё несколько человек из зрительного зала, уложили его. В этот момент закрылся занавес, открылся, и мы продолжили картину танцевать, да. То есть даже не напугало? Ну, у нас, знаете, как вот, если ты не умер, ты должен танцевать на сцене, то есть зритель заплатил, ему не важно, что с тобой происходит, что у тебя случилось в жизни, родился у тебя кто-то, умер, болеешь ты, тогда не выходи на сцену, если ты вышел на сцену, ты обязан показать всё, что ты умеешь. Точка. Жестоко. Да. Балетный мир очень жестокий. А как конкуренция? Тебе пришлось через это пройти? Замечательно. Я обожаю конкуренцию. Без конкуренции не было бы никакого роста и развития. Поэтому это очень хорошо. Главное, как ты её, я её здесь воспринимала, и насколько я была самодостаточным и уверенным человеком в себе. Я прошла её абсолютно нормально. Для меня конкуренция это стимул движения. И даже сейчас, когда приходят замечательные молодые девчонки в Большой театр, которые, ну, действительно потрясающие, я только ими восторгаюсь и подсматриваю, что они нового привнесли. Иду в зал и пробую это. Но это здоровая конкуренция. Абсолютно здоровая. То, о чём вы говорите, нет. про испорченный костюм, обрезанную прическу, там, стёкла. Это, слава богу, это было в прошлом веке. Таких вещей не происходит. На моём веку нет. Этого нет. Может быть, оно и есть какая-то зависть, но я не думаю, что люди сейчас способны что-то такое сделать. Ну, наверное, они нездоровы психически, если они на это идут. Со мной, слава богу, нет. У тебя в кремлёвском балете наверное, такая большая часть прошла, 7 лет ты там отработала. И там же появился твой сын в этот период времени. Да. Вот вообще для балерины появление ребёнка это вот не страшно. Вот не было такого, что сейчас я беременна, я буду рожать и всё. И здесь всё закончится. И все мои вот эти усилия, всё, что я старалась, оно будет разрушено, потому что я потеряю время. Я просто не могу понять, а что такого в беременности? То есть женщина что, умирает, и её надо заново возрождать? Что? Она просто выносила ребёнка. Всё. Я вам больше скажу, я ушла в декретный отпуск, будучи на 16-й неделе. Это почти 4 месяца. Мне абсолютно, когда я пришла оформлять декрет, мне мой врач сказал, говорит, а чего ты так рано? Я говорю, слушайте, ну я уже не могу, говорю, мне уже ребята боятся как бы поднимать. Он говорит, да у тебя всё в порядке, иди танцуй. Я говорю, не-не-не. Я ещё, мне осталось-то 5 месяцев, я лучше отдохну. И то я всё равно ходила и давала уроки в нашем же кремлёвском балете, давала урок классического танца. Ничего в этом абсолютно нет такого, что говорят. Ну я не знаю. Ну что ты уходишь на какое-то время из поля зрения, да, и всё, и тебя заменяют, ставят другого. Это время, оно пролетает, просто даже не успеваешь оглянуться. Говоришь, как, всё? А я даже не успела насладиться тем, что я там отдохнула или не отдохнула. Абсолютно нормально. У нас несколько прим-балерин из Большого театра Олеси Новикова, Маша Ширинкина, которые имеют 4 и 3 ребёнка. Четыре, вы можете себе представить? И она Олеси Новикова, прим-балерина Мариинского театра. Пожалуйста. То есть, ну, это абсолютно нормально. Этого не нужно бояться, и я не понимаю, почему в прошлом веке этого так боялись. Ну, сейчас медицина у нас шагает очень высоко, и мне кажется, можно абсолютно спокойно родить. Я вам больше скажу, что я на 10-й день после рождения моего сына уже была в театре, стояла у станка. Через полтора месяца я вышла в спектакле. Это было очень легко, это было классно. Хотя я кормила своего ребёнка грудью до седьмого месяца. То есть, успевала? Как-то успевала вот это всё совмещать? Конечно. Почему нет? Мама, опять же, пришла мне на помощь абсолютно нормально. Приехала с утра, позанималась, приехала к ребёнку, покормила, поехала, порепетировала, приехала и полдня с ним провожу. Одновременно растягиваешься и так далее, там подобное. Просто нужно, мне кажется, желание, а не боязнь. Когда человек боится, перед ним закрываются абсолютно все двери. Для меня это самое страшное, бояться. Хотя я не исключаю, что у меня тоже есть свои страхи какие-то, но я как-то борюсь с ними. Как произошёл потом, твой переход уже, то есть, почему ты решила уйти из кремлёвского балета? Конкуренции не было. То есть, она прям закончилась в какой-то момент? Она закончилась, да. Я поняла, что я достигла потолка своего и не было развития никакого, не было новых спектаклей. То есть, они создавались, но они создавались всего лишь одним автором. Я бесценно любила, к сожалению, Андрей Борисович не так давно ушёл от нас. Я его бесценно любила и обожала с ним создавать спектакли, но когда это происходит на протяжении восьми лет, а приходя в Большой театр, которые имели разных балетмейстеров из Европы, из Америки. И даже наш Юрий Михайлович Посохов, который вот в тот момент он ставил «Золушку» спектакль, для меня это было что-то экстра, потому что я такого не видела. Костюмы, хореография, как выглядели все на сцене, какая звучала музыка. Я понимала, что я топчусь на месте. Мне хотелось развития какого-то. И тогда Сергей Юрьевич Филин, он руководил театром Станиславского Немироча Данченко, он мне предложил. Но я опять же немножко испугалась, я подумала, что, может быть, мне лучше быть первой на деревне, чем второй в городе. И он это понял и предложил мне просто станцевать у него спектакль. Какой? Не переходя в театр, а просто как приглашенная солистка. Первый спектакль был «Дон Кихот». Я его станцевала, и мне последовало следующее предложение – станцевать «Лебединое озеро». Я станцевала, и я помню, что я получила большой букет цветов, в котором была записка. И когда я взяла, чтобы прочитать, от кого цветы, я увидела, что это от Сергея Юрьевича, который написал «Кристина, я вас поздравляю, вы прекрасно танцуете, и все-таки я приглашаю в свой театр на ставку прима-балерины». Но вот за эти два спектакля, то есть я же не один день пришла и станцевала, я какое-то время репетировала с ребятами, прошло где-то около месяца, и за это время я почувствовала, что я неплохо с ними, со всеми лажу, и что это довольно молодой коллектив, и развивающийся коллектив, и как раз вот это имя Джона Ноймайер, один из моих любимых балетмейстеров, который должен был приехать в театр Станиславского и ставить свой первый спектакль «Русалочка», конечно же, для меня это сыграло огромную роль. И когда я пришла к Андрею Борисовичу, для него это было больно очень, потому что он меня считал таким своим ребенком, наверное, и он, конечно, так отреагировал очень скупо, и единственное, что он мне сказал, ну вот, наверное, это и все. Я говорю, Андрей Борисович, вы всегда можете на меня положиться, и я всегда приду в театр и станцую, и научу, если надо, но просто мне надо двигаться дальше. Он мне сказал, я тебя прекрасно понимаю. Ну так, знаете, когда человек не смотрит в глаза, смотрит куда-то наверх, конечно же, я, ну, сделала ему больно. Через какое-то время я с ним уже общалась, и он прекрасно понимал, что я сделала правильный выбор, потому что я уже была и в большом театре, танцевала все ведущие партии, а для артиста самое главное это развитие, а не топтаться на одном месте. Когда появилась идея потом, или мысли о том, чтобы идти еще дальше? Потому что в этом театре ты пробыла тоже не так долго. Один сезон, да, в театре Станиславского. Совсем недолго? Не было никаких таких идей, просто так сложились обстоятельства, то, что Сергея Юрьевича Филина назначили на пост художественного руководителя Большого театра. И я к нему подошла и говорю, Сергей Юрьевич, ну, я с вами? Он мне говорит, нет. Ну, на самом деле, конечно же, в театр Станиславского он меня пригласил, и я была, как бы, ну, так скажем, под его крылом. Я говорю, так, а что же мне делать? Он мне говорит, Кристи. Он мне всегда называл Кристи. В Большом театре есть конкурс. и если ты хочешь правильно прийти в этот театр, не чтобы люди говорили, что я тебя привел, ты должна прийти на конкурс. Я говорю, согласна. На тот момент мне уже было 26 лет, 27 даже, по-моему, и я помню, что я пришла на просмотр, это называется. Было огромное количество жюри из педагогов Большого театра, наверное, человек 18. И выпускники Академии, которым 18 лет, они молоды, жаждущие работы в Большом театре. И я такая уже матерая валерина. Ну, в общем, когда я сделала станок, опять же, да, класс давала Нина Львова на Семизорова. Ее на тот момент уже пригласили тоже работать в Большой театр, так как освободилась ставка. Но мы все равно с ней не теряли контакт, потому что я параллельно училась еще у нее в ГИТИСе. И вот этот год, который я пробыла в театре Станиславского, мы все равно были вместе. И после станка Сергей Юрьевич говорит, Кретова Кристина, большое вам спасибо, вы можете больше не продолжать урок. Ну, нашлись педагоги, которые сказали, что вот вам понятно, а нам непонятно. Мы ее, мол, не видели на сцене. Я говорю, Сергей Юрьевич, огромное спасибо за доверие, я доделаю урок до конца и скручу 32 фуэте, все как надо. Я действительно это сделала, и потом Сергей Юрьевич меня вызвал после обсуждения и сказал, я тебя поздравляю, ни одного голоса против тебя не было, несмотря на то, что ты уже опытная балерина. Единственное, что я не могу взять тебя на ставку прима-балерина. Я говорю, Сергей Юрьевич, вы меня знаете. Он мне говорит, конечно, ты будешь исполнять сольные партии, и я говорю, с удовольствием. И вот он меня взял на ставку на две ступени ниже, то есть это была, по-моему, первая солистка, и сейчас вот я ведущая солистка. Вот так сложилось просто, что я перешла в Большой театр и заняла пост ведущей балерины и танцую все главные партии. А какой был конкурс? Сколько человек пыталось вместе с тобой параллельно, в общем-то, попасть на большую сцену? Ну, мне кажется, человек 15-20 там было. Да. Но это были все выпускники академии. То есть ты единственная была действующая, работающая балерина? Да, балерина, да. Все остальные были молодежь. То есть Большой театр для большинства начинается действительно вот с Азов, с кардебалета и туда приходят для того, чтобы вот так вот постепенно-постепенно расти. Да. Твой случай уникален, я правильно понимаю? Да, мой случай уникален на самом деле, потому что, если даже сравнивать мою историю и моего мужа Игоря Цверко, то он, конечно же, прошел абсолютно все ступени, начиная от просто в кардебалете, когда заводишь толпу, да, и заканчивая, сейчас он один из лучших спартаков Большого театра, ну, опять же, по моему мнению. А у меня сразу в дамке получилось так. Я просто не выбрала для себя, знаете, как есть длинная дорожка, и ты можешь ошибаться несколько раз, есть чуть покороче один раз ошибаться, а есть безошибочная дорога, и она очень быстрая, очень короткая. И я решила рискнуть и пошла вот именно по этой быстрой и безошибочной дороге. И у меня получилось. А могло не получиться. Никто не застрахован от этого. И чтобы было. Ты рассматривала для себя вариант, что нет, не повезет. Нет, я не рассматривала для себя, никогда не рассматриваю запасных вариантов. У меня всегда есть только четкая цель. Когда ты пришла в Большой театр, будучи принятой в труппу Большого театра, какие твои были первые ощущения от этого события? Был ли страх? Страх. Точно, был страх. Потому что на тот момент у меня уже не было права на ошибку, потому что я пришла, будучи примой балериной, двух московских театров. И, конечно же, на меня все смотрели в два раза больше, чем на тех девчонок, которые пришли после выпуска. Они как раз-таки имели право на ошибку, потому что про них могли сказать, ну, она вот только из Академии. А я уже станцевала большое количество сольных спектаклей. Со многими, конечно же, я была знакома и ездила на одни и те же гастроли, но совсем другое, когда ты приходишь в их театр, их мир, который они стараются оберегать и, в принципе, не пускать. Когда я пришла, ну, были очень сильные солисты, и Мария Алаш, и Мария Александрова, для меня это были две такие примы, и Марьяна Рыжкина, ну, очень много было девочек. И я понимала, почему Сергей Юрьевич мне сказал, что я не могу дать тебе звание примы-балерины, потому что они действительно были такими мастодонтами, они были те, на кого равнялся весь театр. Вот. И, конечно же, мне было очень страшно. И так случилось, что, опять же, мой первый спектакль в Большом театре это была Жизель. Первый спектакль в моей карьере была Жизель и в Большом театре. Символично. Символично, да. Вот. И ну, знаете как, я была очень уверена, потому что мне никто не мог сказать, он, да, она провинциальная балерина. Я работала в театре Кременовский балет, но у меня был руководитель, который всю жизнь провел в стенах Большого театра. У меня был педагог, который всю жизнь танцевала в стенах Большого театра. Одна из последних очень и Сулановой. И поэтому я с такой гордостью в себе это несла. Я знала, что вы мне не можете сказать, что она танцует как из провинциального театра там. Я танцевала как из Большого театра. И на самом деле, конечно же, первое время мне приходилось доказывать своей работой то, что меня взяли не за красивые глазки, а что я действительно достойна быть среди вас. Я надела шоры, я закрыла уши, и я просто на протяжении, наверное, полугода я работала просто вот для себя. Я никого не слышала, никого не видела. Я ни с кем не общалась, кроме там двух-трех человек. А потом вот это принятие, оно само пошло. Когда уже с тобой начинают заговаривать, когда тебе начинают помогать входить в какие-то партии. Конечно же, мир не без исключения, и Большой театр тоже были те люди, которые и не очень хорошо ко мне относились, и до сих пор такие существуют. Но это обычный мир, я не могу сказать, что это именно какой-то театральный вот эти склоки какие-то. Нет. Сейчас такого уже далеко нет. Ты в тот момент поняла, что балерина это твое призвание. Ты как-то в некоторых своих интервью говорила о том, что ты долго не считала себя вот, что это твое прямо предназначение, судьба. И пришла к этому не сразу. Ну, я не могу сказать, что как бы я считаю, что вот это мое предназначение, и я его по жизни буду нести. Я не знаю, как будет дальше складываться мой путь. Вот сейчас у меня есть определенные цели, да, которых я должна добиться и закрыть их. А что будет дальше, я не знаю. Возможно, я буду сниматься в кино. Почему нет? А возможно, я открою какой-то свой, ну, это не то чтобы салон, а просто как, знаете, куда люди после травм, да, балета, которые, или закончили, они хотят поправить свой организм. У меня просто есть такие идеи, есть такие мечты. Вот такой центр, я центр здоровья. я не знаю, честно. Но вот на данный момент я, Кристина Кретова, полерина Большого театра, и я счастлива от этого. А как будет складываться дальше? Неважно, в любом случае будет складываться так, как хорошо для меня. Ты считаешь себя успешной человеком на сегодняшний день? Смотря с чем сравнивать, вообще да, я считаю, что да, я в любимой профессии, самое главное, наверное, то, что я что-то делаю для людей. Потому что некоторые люди просто живут театром, честно скажу. Я вспоминаю время пандемии, когда я получала по тысяче сообщений в день, грубо говоря, да, конечно, не тысяча, много сообщений в день, что, знаете, все, все ничего, но вот я хочу в театр. Я очень хочу в театр. А вы можете какие-то онлайн давать, а вы можете, я говорю, давайте онлайн будем заниматься. У меня занималось 80 человек со мной, абсолютно непрофессиональных людей, им просто нужен был театр, им нужен был балет. Что ты им преподавала? Балет. Прям вот растяжки. Растяжка, станок, середина, да, все преподавала. Обычным людям? Обычным, совершенно обычным, которые держались за подоконник дома. Понятно, что у них нет станков. или за спинку стула. И они занимались вместе со мной. А потом, я же еще обожаю готовить, и я потом все, что готовила на пандемии, все это им давало, все рецепты. Они были в восторге. Наверное, это самое главное, когда ты чувствуешь отдачу своей профессии, что ты кому-то нужен, что ты любим и кому-то нужен. Мне кажется, для женщины это самое главное в жизни. вот я сейчас это ощущаю, поэтому я себя считаю успешным человеком. Твой супруг. Да. Это правда, что будущее дружные 9 лет, только спустя это время вы вдруг разглядели друг друга? Это правда. Мы, честно скажу, никогда и не разглядывали друг друга. Мы просто работали и очень часто вместе танцевали и действительно в какой-то момент просто сдружились, потому что одинаковые по темпераменту, по характеру, по интересам, по всему. У нас одногодки дети, вот. Но вот так сложилось, что у него была своя семья, у меня была своя семья. В какой-то момент наши семьи распались и наша дружба перешла в какую-то другую стадию, стадию влюбленности сначала, а потом просто мы поняли, что мы хотим быть друг с другом. Это все случилось как-то очень быстро, молниеносно. Взяли ипотеку, купили квартиру, переехали, сделали ремонт. Ну, в общем, как-то вот так все быстро и уже четыре года. Сын легко принял? Очень легко, да. Я какое-то время, около четырех лет я была одна, и сын мне все время спрашивал маму, тебе не грустно, тебе не скучно, ну, как-то так. И когда появился Игорь, он первый, кто заметил вообще, она мне спросила маму, а у вас с Игорем ему тогда было 11 лет, у вас с Игорем что-то есть? Я говорю, нет. А на самом деле, на тот момент, когда он меня спросил, ничего с Игорем не было. Я говорю, нет, сынок, ты же знаешь, Игорек мой друг, он говорит, да, у тебя много друзей, но домой к нам никто не приходил ужинать. А я правда просто подружески пригласила Игоря. Вот, и вот он первый, и он был очень счастлив, когда я ему сказал, я говорю, сынок, ты знаешь, все-таки ты был прав, мы с Игорем вместе, он мне сказал, он тебе предложение сделал, я говорю, да, ну все, тогда я спокойно. Какой прям молодец, настоящий мужчина. Да, да, да. Спокойно готов передать маму надежные руки. Ну да, они сейчас хорошо ладят, очень у них такие, ну, дружеские, просто вот как друзья. Ты готова завести еще четверых, троих? Сколько там у вас максимум? Да, Игорь, честно скажу, очень просит меня об этом, вот, но так как сейчас мы делаем с ним большое количество своих собственных проектов, и в ближайшее время тоже мы будем показывать свой проект Мистерия, который уже прозвучал в прошлом году, в ноябре, довольно хорошо и получил хорошие отзывы, и все-таки век балерины, он не такой уж длинный, поэтому я попросила его дать мне еще пару лет для того, чтобы я все-таки смогла насладиться своей профессией, своей карьерой. Ты же сказал, что это не помеха, что дети это не помеха балерине. Да, когда тебе 25, но когда мне уже 40 лет, и поэтому я боюсь, что я настолько уйду в материнство, потому что все-таки первый сын, он был в таком еще, ну, в юном возрасте довольно, несмотря на то, что сказали, что я старая родящая, но все равно. Тебе было сколько, 22, наверное? мне было 24 года. 24? Да. Вот, но все равно как-то он вырос, и я не успела понять, что он у меня вырос, и что он уже такой, может сам заработать денег. А сейчас, мне кажется, что я уйду в какую-то такую, в другую сторону, поэтому, ну, в общем-то, в любом случае, еще пару лет на реализацию наших глобальных проектов мне надо. Расскажи тогда про глобальные проекты. Что это за такие проекты, которые вы оба с головой сейчас? Ну, вот, мы сейчас как раз в мае месяце будем выпускать наш второй проект под названием «Мистерия», куда входят три одноактных балета. Один из них поставлен на меня, он называется «Монаксия». Интересный спектакль, мы так придумали, что это древнегреческая богиня, которая обладала бессмертием. И вот, как складывалась ее жизнь, обладая этим даром, это очень интересно смотреть. Второй спектакль, который был поставлен специально на Игоря, «Врубель. Демон». Да, о жизни и творчестве великого художника Михаила Врубеля, о его жене, о его ребенке и, конечно же, о написании картин его, в том числе «Демон сидящий». Третий спектакль, он называется «Русские тупики». Его хореографом является Максим Петров, он являлся солистом Мариинского театра, также бюллетмейстером Мариинского театра, а сейчас он возглавляет труппу в Екатеринбурге, он художественный руководитель. Этот спектакль получил премию «Золотая маска». И вот такие три акта будут у нас состоять в одном вечере. Солисты в основном у нас будут из Большого театра. Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Анастасия Винокур, я, Кристина Кретова, Игорь Цверко. Также постановщик Александр Могилев, известный всем по многочисленным проектам телевизионным, который поставил как раз-таки этот спектакль в «Рубель-демон», он, скорее всего, в этот раз также выйдет на сцену в качестве артиста. Вот мы приняли такое решение, да, для того, чтобы разукрасить немножко наш спектакль. Вот такой у нас грандиозный глобальный проект, и в дальнейшем мы планируем, конечно же, показать его в других городах нашей необъятной России, потому что понимаем, что немногие могут приехать для того, чтобы посмотреть этот проект. Поэтому мы планируем и пытаемся продвигать наше творчество в другие регионы и города. А вот кому пришло в голову вот эти идеи именно выбрать такую древнегреческую тему или выбрать «Врубеля», например, с демоном? Причем, такие какие-то прям масштабные темы вы затрагиваете? На самом деле, вот так складывалось в нашей жизни, что они сами находили эти темы. Вот «Врубель», как-то он начинал появляться в нашей жизни непонятным образом. Вдруг нас приглашают на лекцию о «Врубеле». Потом Игорь начал изучать, ему было просто очень интересно. Как-то Сава Мамонтов в нашей жизни, а он же его открыл, начал возникать. Вдруг мы попали в метрополь и лекцию послушали о том, как Сава Мамонтов все это делал. Ну вот каким-то непостижимым образом. И когда Игорь задумался об этом и предложил это Александру Могилеву, и Саша сказал, слушай, я же большой поклонник «Врубеля», я о его творчестве знаю очень много. И они начали творить, они начали думать, о какие они могут, как называются, это пасхалочки, инсайты, включить в спектакль, написание картины. Ведь так интересно вся его складывалась с жизнью, очень интересно. Я потом тоже уже включилась в этот процесс и, конечно же, в любую минуту или аудиокнига «Врубеле» или что-то смотрела по телевизору или читала, конечно, ходили на выставки и смотрели все его работы. И мне было очень интересно, как Александр Могилев вот всю эту масштабную жизнь воплотит именно в спектакле. Я постоянно приходила к ним на репетиции, несмотря на то, что меня не задействовал муж в этом спектакле, ну, конечно же, он правильно сделал, у меня был свой спектакль. И я приходила к ним на репетиции и все время снимала весь процесс, потому что он настолько сильно потом отличался от финального спектакля. Конечно, очень интересно и все наши друзья и поклонники нашего творчества, все, кто побывали, нас поздравляют и очень хорошие отзывы. Но это такой один большой глобальный проект, над которым вы сейчас работаете. Да. У нас еще, конечно, есть в планах, но, если честно, не хочу сейчас прямо все рассказывать, но хотим сделать еще несколько спектаклей. уже таких больших. И, конечно же, мы делаем, насколько это возможно, выезды. Мы сделали три больших проекта на Кипре, в Лимассоле и в Никосии. При участии местной даже школы мы привозили им два раза гала-концерты, и один из них прошел на Курионе. Курион – это открытый греческий амфитеатр. Вот представьте себе развалины. На самом деле, когда мы приехали первый раз, показали гала-концерт, мы поехали на Курионную экскурсию и стояли с Игорем и говорили, представляешь, когда-нибудь здесь показать балет. И вот нас услышали. Буквально через, наверное, семь месяцев мы показали там тоже большой-большой гала-концерт. Под открытым небом. Под открытым небом с оркестром. Также мы потом приехали в феврале. Мы всегда делаем там на День влюбленных, так как Афродита – это пенорожденная, она вышла оттуда как раз. И мы решили там каждый год проводить 14 февраля. И в этот раз мы привезли им программу только современную, без классики, без Лебединого озера, без Дон Кихота. Была только современная хореография. Вы не представляете, в каком они были в восторге все. Они говорили, что вот для них этот танец более понятный. То есть, если многие на классике они, во-первых, немного чего понимают, да, там, где пяточку подвернул, где прыгнул, но также еще устают от этих долгих ПДД, то когда танцуют современные номеры, это очень динамично, это коротко, и это так «Вау! А я еще бы посмотрел!» Также мы сделали год назад, как раз-таки, во Всемирный день театра, в Театре русской песни у Надежды Бабкиной, мы сделали тоже свой концерт, который называется «Классика русского балета». И там мы отдали небольшую дань Дягилеву, показав несколько его спектаклей. И также вот Никита Высоцкий, как раз из кремлевского балета, он поставил спектакль «Шут», это тоже из Дягилевских времен, на Игоря Цверко. Вот мы тоже думаем повторять эту программу, потому что она тоже зашла хорошо. В общем, за год мы сделали, получается, пять больших проектов. Про свою школу не думали еще? Нет, не думали, и честно говоря, я считаю, что если человек, если мама хочет отдать своего ребенка профессионально учиться, то это должна быть академия. Сейчас очень много школ, очень много. И понимаете, как работать с ребенком, это показывать ему все становление от начала и до финальной точки. Это такой кропотливый труд. Это, не знаю, возможно, через 10 лет мы с вами встретимся, и я скажу, вы знаете, все-таки я открыла свою школу. Сейчас нет, сейчас пока только, пока еще, слава Богу, позволяет здоровье и ноги, только творчество. Как тебе кажется, если есть такое желание у ребенка заниматься балетом, любой, любая девочка, любой мальчик может освоить эту профессию и достичь в ней высот? Или все-таки должна быть какая-то предрасположенность? Есть вот это понятие генетические, генетические данные для балета? Мне всегда казалось, что да, если человек не имеет каких-то определенных данных, очень сложно, и возможно, так оно и есть. Но во всех правилах есть исключения. Вот мой муж, например, он вообще мечтал быть футболистом, на самом деле. У него не совершенно созданная, допустим, стопа для балета или нога, но он своей работой и своим желанием настолько себя переделывал, что он премьер Большого театра. Разве это не ответ на ваш вопрос? Значит, все возможно. Спасибо большое. Кристина, было очень интересно с тобой разговаривать. И хочется пожелать вашим проектам только расцветать и множиться. Главное, чтобы у вас хватило времени на это, потому что 24 на 7, я так понимаю, это, слава богу, вы супруги. Ничего бы вы, наверное, вообще не виделись. Это точно. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Это была рубрика «Секрет успеха». Подписывайтесь на наш канал, не пропустите следующий выпуск. Я Алена Варакина. Увидимся.